А оба слышнее. И так устроен наш слух. А если мы начнем играть так, как мы учим... Мы сразу слышим комплексы. Комплекс вот этого, сбитую в одну кучу голоса. Вместо расщепления на пространство, разное, мы слышим в одном пространстве, бьющиеся друг от друга хвостами. Да? Голоса. Очень просто все. Я играю острейший эстакад. Отсюда мой принцип острейшего стакката. Причем, смотрите, вы никогда не увидите, что делают мои руки. Хоть одно движение. Вы видели? Я одно движение. Какое там движение пальцев есть? И все. На клавиатуре все. Вот это... Вообще-то на рояле стакката играется так. Не вот эти, понимаете? Кистевые движения. А все на клавиатуре. Все. Здесь все. Так, так. Это уже на этом надо учить. Вообще принцип минимального движения на рояле. Все мы его знаем, но почти не используем. Другими словами, абсолютно не просто контрастное, друзья мои. Не просто правило восьмушки, которое убрали. А доведенное до предела правила восьмушке. То есть один и кого собирает три пьяна, а другой порт. А когда мы слушаем по лифоне пространства. А когда мы сами делаем стереофонию. Это у нас стереофония делается руками, а не аппаратурой. Это можно использовать где угодно. Я вам покажу, что в бахе ты можешь использовать. Это, кстати, великолепно мило рахманиров своих. У него только средние голоса, знаете, да? Дирахманиновский. Все эти корабли. Или все эти обработки годовского. Да, когда там внутри средние голоса работают. Да, а вокруг Асталины пианиссима летают. Это тоже тот самый принцип стереофония. Только вы можете сделать принципом. Его надо использовать. И это можно учиться. Сначала вам, потом вашим ученикам. Когда это нужно учить, это может кто-то это умеет. Вот в чем дело. Ну так. Я же вам говорю, что я же не зря же провожу мастерские для педагогов. Мастерские. Когда удается это там, особенно в Сибири, я много делаю. Не только в Сибири, но особенно в Сибири. Новокузнец, Кемерово, Новосибирск. Сейчас все не упомню. Тот же Владивосток. Если в Дальний Восток брать. Еще несколько городов. Мы по нескольку раз встречались в течение дамты двух-трех лет. По четыре, по пять дней сидели. Каждый играл. Каждый научился размечать ортсекст Баха. Карандашиком отвечать Баху. Понимаете, да? И умело игра. Что игра? Берем четыре такта. Какой-то маленькой плюди-фуге. Больше не нужно. Педагоги. Научиться играть. Хотя бы вот здесь маленький плюди-фуг. Вот принцип стереофонии. Гениальное вот это. Вот это. Гениальное вот это. Больше не нужно, но это же можно учиться, это можно учиться в течение двух-трех дней на этом материале, так чтобы расщепление вот это произошло, а ведь это когда я научусь на таком материале, то тут же распространяется на аналогичных же вещах, на других фактурах, в других, понимаете, это более чем достижимо для каждого из вас. И в ингенциях, и в... Ну скажем, это, конечно, сложнейшая ингенция, вот это. Вот это, да? Уже здесь. Мы же как, мы же всегда так же, всегда так же, но почему? Это противоречит даже принципу восьмушки Брауда, ну вы знаете книжечку Брауда, изучение Бахов, почему здесь это не используется? Но я здесь использую, конечно, предельный разник, контраст, когда они из разных пространств. И так, потом они меняются местами, в двухголосии, в трехголосии, там есть свои... Всему можно учить. Каданцам можно учить. У Баха всегда. Только три вида каданцев. Каданцы всегда мелизматические, за редкие исключения. Надо уметь пользоваться марк-дентом во время каданца, причем внутренним марк-дентом. Скажем. Внутренним. Да? Надо уметь пользоваться отчикатурой. То есть, да? И нужно спеть, и надо пользоваться этим задержанием. Причем невыписанным. Потому что когда Бах выписывает вот в этой, когда он заканчивает лео-минорную, он выписывает маленькими, маленькими вот это. Ну, когда мы играем, скажем, ре-минорную, вот эту, одну из любимых и репертуарных. Сейчас. Маленький прилидив. А вот, сразу, кстати, вот эта самая любимая до-мажорная. Вполне надо заканчивать. А не так. Вот первый каданц Баха. Марк-дент, причеркнутый, внутри среднем голосе. Это раз. Он используется в ра-минорной. Вот в этой тоже. Не выписан Бахом. Ну, конечно, так. Конечно, так. И причем... Конечно, в мажоре нам заканчивается. Бах это не выписывает. Потому что он выписывает, так же, как в храматической фантазии, он не выписывает какого типа арпеджиату. Вот мы играем часто. Громантическую фантазию, помните? Знаменитые арпеджи. Это же... Играется... Конечно же, не так играется. Это гениально. Если вы кто-то слышите, как Юдина гениально играет. Невероятно. Совершенно. Она играет очикатуры какие-то, совершенно невероятные. Только выразительные. Это нельзя играть просто... Не проходит. Это простейший вариант очикатуры. Там все гораздо сложнее. Все. Это то, что не выписывается. Точно так же, как не выписывает Кадан. И... В таких окончаниях... Сейчас скажу. Когда у нас аккорд... В конце аккорд... Вот такая... Сейчас... Научиться это может в течение двух дней. Три варианта Каданса. С мордетом, перечеркнутым в среднем голосе. Задержание. И очикатура. То есть... Арпеджио с дополнительным снимаемым звуком внутри. И все. И у вас в кармане абсолютно профессиональное владение, которое всегда стилистически будет верным. И в чем внесет элемент еще и импровизацию. Это так нужно в этом стиле. Все. Это все... Описывается. Это все нужно просто... На самом деле... Быть просто внимательным к этим вещам. Это... Опять же... Это то, чем можно научить обезьяну. Обезьянку, скажем так. Да?